Приветствую вас, дорогие друзья, с вами я, Анастасия Час, и сегодня в этом видеокасте я хочу поговорить с вами о выборе пути. Главная причина, по которой большинство людей не получают желаемого в жизни, состоит в том, что они просто не знают, чего хотят. И смотрите, чаще всего, если людям не удается достичь того материального уровня, к которому они стремятся, то этому могут быть две причины. Во-первых, первая причина, вы сами того не осознавая, не хотите богатства. Во-вторых, не хотите прикладывать усилий для его достижения. А путь к богатству, это не просто прогулка, а знаете, в парке, чтобы кто бы что об этом не говорил. Это немножечко больше, чем говорят. Конечно, может быть еще и третья причина, кармическая, но это куда более редкая причина, я бы сказала, прям совсем редкая причина, по которой люди не получают в жизни того, чего они хотят. Почему подавляющее большинство людей так и перебиваются от зарплаты до зарплаты и сотни раз наступают на одни и те же грабли? Все очень просто. Мы с ног до головы состоим из привычек. Мы более 98% наших действий каждый день делаем по привычке. И наши привычки делятся всего лишь на два вида, привычку делать и привычку не делать. А все, что мы делаем, в нашем подсознании записывается как наш опыт. И вот когда мы стоим перед каким-то выбором, а мы каждый день стоим перед каким-то выбором, то наше подсознание, оно очень хитрое, оно вытаскивает оттуда именно тот наш опыт, который у нас был. И самое главное, что делаем как бы не мы, не осознанно, не сознание, а именно подсознание рассчитывает, что для нас лучше и какое решение для нас будет лучше. А это не совсем правильно, когда мы стоим перед выбором каким-то, когда мы должны принять какое-то решение. Отсюда и нет правильного и неправильного выбора. Понимаете, как бы вы там не упирались, сколько бы вы не думали, не размышляли, вот так будет правильно или так будет правильно, вы все равно будете делать выбор, исходя из вашего опыта. Только исходя из вашего опыта, который вы прошли, который уже у вас есть. Поэтому здесь не стоит стараться, не стоит думать. И большинство, большинство своем людьми двигает что? Двигает либо страх, либо интерес. И чтобы вот вы не действовали из страха, потому что что такое, когда мы действуем из позиции страха? Это то, что у нас уже больше как бы другого выбора не остается, надо что-то делать, иначе страшно, что-то потеряем, что-то случится и так далее. Поэтому лучше всего научиться делать выбор из позиции интереса. А как это сделать, я вам сейчас расскажу. Здесь важно поднять одну простую вещь, что пока вы думаете, собираетесь, другие просто берут и делают. Поэтому в итоге получается, что богатые становятся богатыми, а бедные хотят стать богатыми. Поэтому возьмите себе за правило вот такой девиз. Действие всегда лучше без действия, либо там обдумывание и так далее. Нужно действовать из позиции интереса. И самое главное, эта позиция тогда становится осмысленной. Понимаете, самое главное, принимать выбор, делать выбор осмысленно. И именно как это сделать, сейчас мы и будем говорить. И прежде чем мы перейдем к самому упражнению, еще раз повторю для вас, что нет правильного и неправильного выбора. Есть осмысленный выбор. Поэтому смотрите, само упражнение мы сейчас будем разбирать. Если вам трудно сделать какой-либо выбор, либо вы стоите перед выбором, может вам что-то нужно из нескольких вариантов выбрать, или вообще просто вы стоите перед каким-то выбором, смотрите, что вы делаете. Оно очень легкое упражнение. И делается в течение 5-10 минут. Ну, если вам потребуется больше времени, вы берите и делайте больше времени. Столько уделите ему, сколько вам потребуется. Это упражнение используют йоги и монахи для того, чтобы почувствовать себя, свой внутренний голос и увидеть свой путь. Итак, допустим, вам предстоит выбрать между несколькими там вариантами. А, Б, С и так далее. Представьте себе, что вы избрали, к примеру, вариант А. Ну, для начала, конечно, есть у вас какая-то задача, вам нужно сделать какой-то выбор. Запишите себе для начала. Вот, можете сделать так. Два-три варианта, можете все пять. Можно сделать так, можно сделать так, можно сделать так. Да, или по-другому еще. Да, записали. И сначала, вот, представьте себе, для начала, либо сядьте удобно, сделайте глубокий вдох, задержите немножечко дыхание, глубокий выдох. Сидите в тишине, в молчании, вот, расслабленно, глубоко и медленно дышите. Можно с закрытыми глазами. Ну, если вы хотите с открытыми, а, как правило, вот у меня, например, всегда глаза закрыты. И задавайте себе вот вопрос, который вас мучает, и ждите ответного образа, который появится перед вот вашим мысленным взором. Спрашивайте себя, вот, к примеру, вот вы себе написали, да, вопрос, и вот, что ожидает меня на пути А, к примеру, да, через час. И попытайтесь, подождите немножечко, и посмотрите, что вам, какие образы, что вам придет перед вами, перед вашим взором. Даже, может быть, просто, просто дождитесь, что вы почувствуете, что вы увидите. Дальше дождались, получили ответ, дальше спрашивайте, а что ожидает меня на этом пути через один день? Опять-таки, ждите, наблюдайте, постарайтесь услышать свой внутренний голос, услышать то, что вам внутреннее, ваше внутреннее я вам говорит. Дальше ждите, наблюдайте, как только получите что-то, хотя бы что-то, двигайтесь вперед, спрашивайте, а через неделю что будет, что я получу, что меня там ожидает? И опять-таки ждите, наблюдайте, ждите ответа, ждите и наблюдайте, что вам будет ваше мысленное, какие образы ваши внутренние я буду вам рисовать. А через месяц то же самое, а через год, а через 10 лет. Желательно, если вот вы увидели для себя что-то важное, что-то, что вам понравилось, что у вас вот прямо взбудоражило, что прям мурашки по коже пошли или еще что-то, какие-то чувства всколыхнуло в вас. Значит, возьмите, запишите себе, отметочку сделайте, берите другой вариант и опять-таки, опять спрашивайте то же самое, те же самые вопросы, те же самые, ждите ответы. И посмотрите, вы не просто воображаете вот себе этот ход событий, вот это ваше подсознание, ваше внутреннее я покажет вам именно конкретные образы. И вот я говорю еще раз повторюсь, если вы увидите вот на одном из путей, которые вы вот спрашивали, наилучший для себя ход событий, то не потому ли это, что вот решение уже принято, как я уже говорила, что ваше подсознание все равно примет решение. Но здесь вы, по крайней мере, можете таким путем осмысленно, осмысленно понять, почему вы делаете или почему вы идете в направлении именно, почему вас тянет именно туда, понимаете? И самое главное, что вы осмысленно, вы поймете, почему вы делаете этот выбор. Вы осмысленно почувствуете, что это для вас сейчас на данный момент наилучшее решение. Доверьтесь вашему внутреннему я, доверьтесь вашим ощущениям, доверьтесь вашим внутренним чувствам, которые внутренне вашей интуиции, которые есть в вас, она обязательно ведет к вам, к тому, что для вас лучше на данный момент времени. И как только вы почувствовали, вот нашли как бы наилучший для вас вариант решения, берите за дело. Будьте уверены, что если вы включитесь в этом, вот к вам придут разумные решения в нужный момент, вы справитесь со всеми трудностями, у вас все, вы измените, поправите курс в зависимости, скажем так, от направления ветра. Понимаете, не думайте, что вы должны все знать заранее, потому что это невозможно. Не сидите сложа руки, потому что люди, богатые люди, уверенные в себе люди, они руководствуются принципом, знаете, готовься, стреляй, цель поражена. И действуют, и как правило побеждают, потому что они видят возможность использовать ее и становятся еще богатые. А бедные что делают? Они все время еще готовятся, думают, собираются и так далее. Поэтому просто возьмите и действуйте. Как только вы увидели, почувствовали, осмыслили наилучший для вас вариант решения, выбор наилучший для вас, просто действуйте. Я поздравляю вас, я думаю, что вы уже на правильном пути, то есть нет правильного выбора, есть не то, что нет правильного выбора, есть правильные действия. И как я говорила, что мы состоим из привычек, привычки, если вы поменяете привычки не делать, на привычки делать, потихонечку, без надрыва, без нажатия на собственный организм, на собственный мозг, все получится. Я вас поздравляю с правильными действиями, с правильными привычками. С вами была Анастасия Час и до встречи. Пока-пока.